Продолжение следует... 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Господь есть часть наследия моего и чаши моей. Ты держишь жребий мой. Межи мои прошли по прекрасным местам, и наследие мое приятно для меня. Благословлю Господа, вразумившего меня, даже и ночью учит меня внутренность моя. И второе место, у нас записано в притче 30-та голова с 11-го верша. Есть род, который проклинает отца своего и не благословляет матери своей. Есть род, который чист в глазах своих, тогда как не омыт от нечистот своих. Есть род, о, как высокомерны глаза его, и как подняты ресницы его. Есть род, у которого зубы мечи и челюсти ножи, чтобы пожирать бедных на земле и нищих между людьми. Знаете, одно место, которое в притчах рассказывается, Соломон рассказывает про роды людей, которые делают какую-то функцию, высокомерную, пожирают других людей, гордые. И это, как бы, виходить, эти люди, они уже не могут перемениться, они костянеют в цьому. И этот род, он уже не может измениться. То есть, такая людина, в сердце которой больше ничего не может зайти, куда Бог ничего не может положить, и людина костянеет, написано, как в злі костянеют люди. И это та самая старость, которая приходит людям, и люди уже, как бы, и розум, и их мускули, и их кости, они уже, как бы, не могут так... ограничены они очень. И эти люди, они не могут сприймать Слово Божие, не могут оживляться, и не могут даже мать какую-то альтернативу для себя. И, в другом месте, Давид говорит, что Господь часть моя. Это, как бы, второе положение. Я наблюдал за своим меньшим хлопчиком, ему рік и три месяца, и он уже знает, что такое ключи от машины. Другой хлопчик забрал в него ключи, и он уже знает, что это наши ключи именно. И идея их и добивается. Так само и Давид говорит, что Бог есть часть моя. Мы знаем, что Бог есть наша часть. И поэтому я бы хотел, как бы, как большая проповедь для старших людей. Потому что, что годы проходят, и вот так я даже, смотрясь в свое жизнь, ну, что я сделал для Бога. Даже тут, в Америке, как-то больше расслабился, больше... таки черствейший стал. И это, как бы, наповнюет мое сердце жальом, и я, как бы, нуждаюсь в Бозе. Думаю, Господь, я не хочу костянести, я не хочу стареть, я хочу, чтобы, как бы, моя старость не йшла до низу, а, как Давид пише, чтобы было те места, где я прохожу, были приятные, и межи, они были на сбудывание каждому из нас. И того, того нам треба звертатися, звертатися до Бога, каждый час проверяющий себя, а, че не за черствів'я, а, че не за костянів'я, а, че дійсно є часть моя в Бозі, а, че дійсно Бог моє сердце оживляє. Того, что, когда я бачу, что таке состояние приходит до меня, мне стает тревожно и страшно даже за себя. И Еремия говорит таки слова в 3-м, 3-я голова, 24-й вірш. Господь часть моя, говорит, душа моя, и так буду надеяться на Него. Благ Господь надеющимся на Него, к душе ищущей Его. Блага тому, кто терпеливо ожидает спасения от Господа. То есть Еремия, він тоді був молодий, але дивлячись на його життя, він був дуже угнетаем і дуже люди погано ставились до Него. В Него не было такого розважливого життя. Бог каже, він даже каже, сидить і мовчить в молодости своїй. Бог наложив іго це на Него, але душа його, знаючи, що часть його в Бозі, вона мала завжди надію і завжди мала можливість оживлятися. Нехай наші серця приходять до цього джерела життя, нехай наші серця оживляються і не будуть сухими, черствими, і що ми бачили, що частина наша є в Бозі. І Господь, бачачи наше щире бажання, нашу надію, яку ми кладемо на Нього, нашу щирість, коли ми приходимо з цим до Бога, він буде наше серця оживляти і буде нас підкріпляти, даючи нам в серце утвердження, що ми могли щиро сказати, Господь є частина моя, нехай Богу буде слава, Йому за все будемо молитися. Маліві малий 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 Продолжение следует... 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 ПЕСНЯ 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 Лёгких души хоть в небесной. Свети ясне, Привом на грех, Род Божий церковь на горе. Свети в окне, Не может в город на горе. Утренца видит небосверь. Христос сказал, пусть света ждет. Всегда отправляет вам святой. Свети ясне, Привом на грех, Род Божий церковь на горе. Свети в окне, Тьма окружает Божий дом, А ты врагов со всех сторон. Но в битве огне победим, Спаситель церковь сохрани. Свети ясне, Свети ясне, Привом на грех, Привом на грех, Род Божий церковь на горе. Свети в окне, Свети в окне, Свети в окне. Темпе все благодаря. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok На скамейке под стареньким домом Старичок одиноко сидел Размышляя о прожитом прошлом От которого весь посидел Эй, старик, о чем мечтаешь? Подошел к нему сосед Расскажи-ка, что ты видел В жизни сей за столько лет? Ведь недаром седой волос у тебя на голове Видно, разное случалось на пути Старик к тебе Тот широко улыбнулся Глянул весело в глаза Расскажу тебе, сыночек Как любовь крушит сердца Шла война Гремели взрывы Рвались бомбы Унося все с земли Смерть неслась Умножая могилы И гробы Наполняя людьми Видя друга, что падал убитый Каждый думал Сражаясь с собой Лучно жизнь В очаянии разбитый Неужели я буду второй? Эти мысли, как воры ночные Проникали в разум людской И тревожили раны больные Что же будет с моей душой? По дороге, изъеденной взрывами Средь руин и жестоких разрух Шел отряд с такими же мотивами Разжигая свой воинский дух Все старались держаться бодро Чтоб не выразить радость и страх Впереди, ведь шагает гордо Командир со звездой на грудях Но средь этой среды показухи Шел один, необычный солдат Без ружья и без мысли разрухи И в войне он был вовсе не рад Хоть смеялись над ними, шутили Им казалось, какой-то чудак Но он твердо стоял Хоть твердили Попадешь ты под смерть и кулак Для чего нам такие в отряде Командир сердит утвердил Эту бабу в солдатском наряде И его никогда не любил Но однажды трагический случай Разрушил ненависть и зло И любовью той силой могучей Что спасает и дарит добро Это было в бою разверенном Когда каждый сражался за жизнь Чтобы смертью не быть сраженным И подольше на свете пожить Не видал командир, когда сзади Пушка смерти над ним поднялась Оборвавшая жизнь Ни одному солдату Над душой его вознеслась Грянул выстрел Послышался стон Чье-то тело бездушно упало Словно скошенный ранний цветок И теперь неподвижно лежало Командир обернулся и часто дыша В изумлении стоял неподвижно Перед ним распростертый штунда лежал На груди его кровь было видно Пуля смерти достигла мишени Оборвав жизни тонкую нить Не внимает она возражениям И ни с кем не желает дружить Он бессилий пред ним на колени упал И склонился Над телом солдата Я тебя не любил Командир прошептал Но иная за это плата Ты собою меня от смерти укрыл Почему? Но ведь я не достоин И свою мне жизнь На земле подарил Как верный и истинный воин Отныне твой Бог будет Богом моим Он нас сделал сегодня друзьями Показал ты солдат Примером своим Веру живую делами Старик уже больше не мог говорить Раздиралась душа от ряданий Хотелось печаль его как-то смягчить Но кто же удержит поток раскаяний? Кто знает Быть может все это ложь Ответил сосед безразлично На правду он что-то не очень похож Командира не спросишь Ведь лично Старик вытер слезы своей рукой Ответил соседу серьезно Командир этот милый Стоит пред тобой Не верить уж тут невозможно Представь милый друг Командир этот ты Гордый, напыщенный, злобный Отвергающий Бога Срезла суеты Без любви Словно айсберг холодный А солдат тот Христос Что страдал за тебя Невинный, без реха и порока На Голгофском Христе Любовь доказал тебе На Голгофском Христе Любовь даровал тебе с Богом Но что же ответишь сегодня Ему На зов любви бескорыстной Кому же доверишь свою ты судьбу Христу или дьяволу лично? Аминь 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 Господи, ты надея у житті И в тоби всі джерела доброти В тени крил твои заспокоюся Там душа відпочине моя Мири спокій Мири спокій В тени крил твоих святи Мири спокій Мири спокій В тени крил твоих святи Скільки в святи не пускав Мири спокій Мири спокій Мири спокій В тени крил Мири спокій Мири спокій Мири спокій Мири спокій Мири спокій В тени крил твоих святи Мири спокій Господи, ты надея у житті І в тобі всі джерела доброти Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать на наш канал! Слово было в начале, Словом Бог созидал, Словом души живые, Ко Кресту приближал. Слово сеяло в сердце, И спасалась душа. Отец наш небесный, Словом церковь рождал. Много лет молитв, Много лет борьбы, Много лет труда, Много лет побед, Много лет молитв, Много лет борьбы, Много лет труда, Много лет побед. Церковь шла по тернистым, Камянистым тропам, А наш пастырь небесный, Охраняй его сам. Был он тенью сред зноя, Был он светом ночи, Был водою живою, Был водою живою, Он для каждой души. Много лет молитв, Много лет борьбы, Много лет труда, Много лет побед. Много лет молитв, Много лет борьбы, Много лет труда, Много лет побед. Благодать возрастала, Церковь больше росла, И в огне испытаний Очищалась она. Как свято и прекрасно Там поют небеса, Она ждет восхищения Невеста Христа. Много лет молитв, Много лет борьбы, Много лет труда, Много лет побед. Много лет молитв, Много лет борьбы, Много лет труда, Много лет побед. Много лет труда, Много лет труда. Мы сегодня здесь и радуемся вместе с нашим хором, со всем нашим собранием, которое мы собраны здесь во имя нашего Господа. Сегодня мне снился сон, что я уже здесь 11 лет в Америке, а я там в Союзе работал крановщиком на железной дороге. 25 лет, считайте, на одном месте, и мне поручили на работу кран, чтобы я работал, выгружал вагоны. И моя супруга говорит, наверное, тебе сегодня проповедь дадут. Так что я не ожидал, но подошли, братья сказали, Михаил, будешь проповедовать. Ну хорошо, слава нашему Богу, братья и сестры. Мы для этого и собираемся здесь, мы для этого и собираемся, чтобы нам научиться не только говорить, но поступать, потому что Слово Божие говорит, так говорите и так поступайте. Мы говорим так, потому что Слово Божие, мы по-другому не можем читать, потому что Слово Божие так говорит, и мы читаем так, как Слово Божие говорит. А поступать под вопросом, поступаем по своему собственному желанию, что не соответствует действительности. Почему? Потому что у нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе, братья и сестры. Давайте будем честны к самому себе. Я знаю, что мы не всегда так честно поступаем, как должны сделать это. И вот сегодня нужно каяться, сегодня нужно исправлять свои кривизны, свои ошибки, обновиться так, потому что мы хотим во имя Иисуса Христа соответствовать той действительности, которой Бог хочет именно научить нас, внедрять в нас свои законы, по которому мы должны жить в этом мире. Потому что, уча других, мы должны научить прежде всего самих себя. Я прочитаю, не буду вас томить, я прочитаю вам место Священного Писания, Евангелие от Матвея, 20 глава. С первого стишка. Иисус сказал, что он сказал, что он, что следует, дам вам. Они пошли. Опять, выйдя около шестого и девятого часа, сделал то же. Наконец, выйдя около одиннадцатого часа, он нашел других стоящих праздну и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздну. Они говорят ему, никто нас не нанял. Он говорит им, идите вы, виноградник мой, и что следовать, будет, получите. Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника, управляетелю своему, позови работников и отдай им плату. Начав с последних до первых. И пришедшие около одиннадцатого часа получили по динарию. Пришедшие же первыми думали, что они получат больше. Но получили и они по динарию. И получив, стали роптать на хозяина дома. И говорили, эти последние работали один час, а ты сравнял их с нами, перенесшим тягость дня и зной. Он же в ответ сказал одному из них, «Друг, я не обижаю тебя, не за динарию ли ты договорился со мною? Возьми свое и пойди. Я тоже хочу дать этому последнему то же, что и тебе. Разве я не властен в своем деле, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добрый? Так будет последними первыми и первыми последними, ибо много званых и мало избранных». Братья и сестры, я думаю, что вам всем знакома эта причта. Господь наш Иисус Христос нанял и меня, и вас в своем винограднике. Так или нет? Мы наняты или мы заслужили, братья и сестры? Кто из нас сегодня может с уверенностью сказать, что я заслужил быть сегодня в Церкви Божьей? Я достоин, потому что Бог нашел во мне много добра. Знаете, я не думаю, что найдется какой-нибудь именно смельчак, чтобы так сказать. Потому что это мы не заслужили, братья и сестры, это милость нашего Бога. Именно по благодати мы спасены, благодать и мир – это двойной божественный источник, братья и сестры. Здесь на земле ни за какие средства мы не в состоянии обрести это. Это милость нашего Бога, это благосклонность Его, это божественный дар, который мы восприняли Духом Святым. Это все даром дается, даром, друзья. Но кто-то заплатил, за нас заплатил Христос. Он всякий раз смотрит на свои руки, на свои раны, на все те мучения, которые Он претерпел за меня и за тебя. И это Его цена, братья и сестры. Это не наш долг, это не наша заслуга, но это плата нашего Господа, который Он по милости своей и по своему благоволению нас приобрел с вами. Поэтому это очень важно, друзья. Находясь в винограднике Господне, есть три опасности, которые мы должны над этим сегодня задуматься. Я напомню, друзья, чтобы мы знали, не следует чувствовать выше других. Находясь в Церкви Божией, я не должен посмотреть свысока на братья моих, потому что в Церкви Божией это никому не дано право. Один из нас начальник, Господь Иисус Христос, над всеми нами. Ему мы обязаны, друзья, всей нашей жизнью мы обязаны служить Ему в чистоте и святости. И мы не должны превозноситься над нашими братьями. Это не по духу Христова, если так разобраться. Это не по духу Христа, чтобы мы превозносились над братьями. И поэтому, если есть у брата тяжкое бремя какое-то, мы должны просто посострадать и наклониться так, чтобы узнать, что ему надо, и каким образом мы можем стать помощниками ему, чтобы поддержать его, чтобы руки не опустились, братья и сестры. У нас очень много проблем. У нас постоянно читают в собрании, какие тяжелые испытания, какие болезни смертельные, предсмертные. Очень много таких опасностей на жизненном пути. И поэтому мы не можем быть равнодушны, друзья, когда брат мой или сестра моя в таком низком переживании, в тяжелом, и я себя чувствую, как будто ни в чем не бывало. Это не по духу Христова, друзья. Поэтому мы для этого приходим на собрание и учимся. Мы учимся от нашего Господа. Он сказал, придите и научитесь от меня. Почему? Потому что я кроток и смирен сердцем. Научиться кротости у Господа, братья и сестры, это великое дело, знаете. Другой раз думаешь, в собрании все кроткие, смиренные. А вот если так, мы даже другой раз молимся. Господь мой, я прах и пепел. Я прах и пепел. А коснись этого праха, и ты посмотришь, что это за прах и что это за пепель, друзья. Поэтому ты обо мне так думаешь, ты обо мне так мыслишь. И начинаются проблемы, друзья. Поэтому это очень важно, друзья, чтобы мы сегодня научились от нашего Господа. Он многое видел, написано через пророка Исаия, но не замечал. Не замечал. А мы больше замечаем, чем мы на самом деле видим, друзья. Замечаем. Не так посмотрел брат, не так сестра сказала, не то подумал, не то помыслил. И вот начинаются проблемы. Друзья, дорогие. Мы для этого собрались сегодня, чтобы нам научиться священного писания. Если вы согласны именно с тем, что я сказал, что в Церкви Божьей находясь, мы не должны превозноситься над другими. Так или нет? Это первый вопрос. Второй. Стараться разделить с братом нашим всю благодать Господню, которую мы испытываем к себе. Потому что мы испытывали. Написано, сами себе испытывайте, сами себе исследуйте. Но мы испытали благодать, которую Бог проявил к нам, друзья. Я вспоминаю первые дни моего уверования, когда я узнал, как это люди живут. Какие эти благословенные люди, друзья. Я думал, что это действительно, как вошел в Церковь Божию первоначально. И мы с деревни приехали в город. И сапоги грязные с деревни, знаете. Болото там по колене. Так, если пройдешь возле фермы, где коровы, переходи дорогу, то там один сапог поднимаешь, а другой руками держишь, чтобы не слетел с ноги. Сапог вот. А пришли на собрание, а нам после собрания помыли, покремировали. И мы посмотрели. О, Боже мой, какие люди. Как это хорошо, братья и сестры. Как нас они приобрели. И с тех пор мы дали потом обещание служить Богу доброй совести. В 16 лет мы дали Богу обещание служить Богу. Они говорят, некоторые, да это, наверное, комсомольцы. Они же нас предадут властям. Но Дух Святой сказал, что это три юноша, это мои. Так что вы не бойтесь, они будут моими. Сынами в Церкви Господней. Нас так поприветствовали, с любовью, и мы радовались. Вот находясь в Церкви Господней, мы так и должны с вами жить, братья и сестры. Стараться разделить с Богом именно ту благодать, которую я получил, которую мы должны делиться и не скрывать в себе. Что вот, как я вспоминаю свое время, братья и сестры, раньше были проблемы, чтобы, допустим, какую-то книгу приобресть и учить, изучать не только Слово Божие, но изучать проповедников, вот, спержина, муди, вот, которые знаменитые проповедники были в свое время. И я своему пастыру говорю, дай мне справочник этого муди, я хочу тоже прочитать. А он говорит, нет, вы что, должны знать больше, чем пастырь, братья и сестры. Вы представляете? Я, когда встал на служение, я говорю, братья, черпайте из источника жизни. Не смотрите, не черпайте от брата, вы черпайте от Господа, потому что у него сполна есть. Если у Иосифа было, чем угостить своих братьев, что он мог угостить сполна своих братьев, но он говорит, Вениамин Адольев пятеро больше, братья и сестры. Это что означает, что те братья были голодные? Не было что дать? Нет. Но это так захотел, то я говорю, братья, если это у Иосифа сполна было, что дать своим братьям, то почему вы думаете, что Господь не наполнит вас? Поэтому Бог наполняет таких молодых братьев, и они проповедуют Слово Божие с дерзновением, и радуясь, и торжествуешь, потому что с Иисусом хорошо, не так ли? Поэтому, Боже, сохрани нас, чтобы мы именно превозносились, или чтобы мы не делились с тем, что мы имеем. Мы должны делиться и радоваться, и таким образом мы будем возрастать в вере и в познании нашего Господа славы. И третья опасность. Нужно избегать духа зависти. Знаете, зависть это большие проблемы приносит людям, в семьях и в проповеди, проповедникам, учителям, начальствующим, пресвитерам даже. Если только появится зависть, то написано, много раздора может сделать. Поэтому берегите зависть. Мы должны с вами купить, братья и сестры, но только по благодати Бог дает нам сполна по своему благоволению. Если он благоволил, то разве я не в состоянии, говорит, если я хочу дать ему ту же плату, что и тебе? Мы заработаем все за одну плату. Жизнь вечную, братья и сестры, мы получим жизнь вечную. А если уже кому Бог даст награду, то это слава Богу, потому что награда дается не за даром. Не за то, что пришел на собрание, сложил руки, послушал и ушел домой. Но за то, что мы действительно наполнены желанием что-то сделать, друзья. И сегодня очень важный вопрос передо мной и перед вами. Что я должен сегодня сделать для брата, для сестры? Поэтому, знаете, когда у нас было в прошлый раз перед хлебом преломлением, брат Федя начал собрание, и он говорил, что Иисус делом проявил до конца, чтобы возлюбил своих сущих в мире. До конца возлюбил. Показал делом. Что это за дело было, братья и сестры? Это было величайшее дело, что он служил своим ученикам. Есть такие вещи, которые мы с вами не должны откидывать, я скажу прямо так, не лицемеря, не кривля душой. Мы должны служить людям, друзья дорогие, потому что мы не должны жить для себя. Мы не должны жить только для своих интересов. Мы должны жить для интереса наших братьев и наших сестер, чтобы помочь каким-то образом дойти до царства. Знаете, Иисус показал делом, и Он служил своим ученикам. Он ноги помыл. Он показал, что если вы хотите в небо, то вы следуйте моему примеру. Другой пример. Он показал миру, что отдал сына своего, отдал себе на распятие. Так написано, мы так читаем, мы говорим, что золотой стих. Так возлюбил Бог мир, что отдал сына своего, дабы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Он показал всему миру, что я отдаю добровольно. Никто у меня эту жизнь мою не отнимает от меня, но я ее даю добровольно. Я имею власть отдать, имею власть принять ее, братья и сестры. Мы можем отдать жизнь, но можем взамен ничего не получить. А Иисус говорит, я имею власть принять эту жизнь. Почему? Отец меня любит за это. Потому что Отец поручил сыну своему, и он исполнил сполна. Поэтому, если мы его исполнители, мы должны сполна исполнять, гореть желанием, сказать, Господи, вот я сегодня пробыл в собрании, что я должен еще сделать именно, или что я не сделал. Поэтому очень важно, друзья, в Слове Божьем есть все то, чему мы можем научиться. Поэтому, да сохранит Господь именно от этого, чтобы мы превозносились над братьями, чтобы мы именно, ну, как я уже последнее это сказал, чтобы мы завидовали, зависть, эта горькая зависть, чтобы мы удалились от этой горькой зависти, и чтобы мы сегодня с любовью так знаем наших близких, которые рядом с нами, которые в нашем собрании, потому что наша церковь – путь к спасению. И я желаю, чтобы Бог благословил эту церковь, путь к спасению, чтобы мы действительно начали, путь, который мы начали во Христе Иисусе, пройти до конца. А это возможно только с Его помощи, только при Его благословении, братья и сестры. И Он нас, если Он нас благословит, то это уверенность в том, что мы с вами дойдем до желаемой цели. Поэтому очень важно, друзья, я думаю, что стоит об этом молиться, так, брат? Да, помолимся, чтобы Бог благословил, чтобы это желание мы с вами могли исполнить в нашей жизни, чтобы нам служить Богу и служить друг другу, именно подчиняясь друг другу страху Божьему, как написано. Потому что страх Божий – это предостережение. Кто страх Божий ведет к жизни, написано, и кто его имеет, тот всегда доволен. Если там получилось по каким-то обстоятельствам, что какое-то недовольствие произошло в моей жизни, я должен контролировать, в порядке ли я со страхом Господнем. Может, я уже потерял страх Божий, может, я себе уже куда-то ушел в сторону от слова Господа нашего Иисуса Христа и поступаю по своим принципам. Поэтому нужно сделать остановку, как написано, остановитесь на путях ваших и расспросите, где путь древний, идите по нему, идите. Поэтому путь древний – это путь веры, братья и сестры, путь, который прошли наши прадцы, которые оставили нам в пример, чтобы мы также с вами шли и не сворачивали с этого пути. Поэтому будем просить Бога, давайте в молитвах наших, чтобы Бог благословил наше собрание, чтобы действительно путь по спасению совершили до конца. Аминь. Благословенный наш Господь, Тебе слава, Тебе хвала, Божий наш, за Твое милосердие, Господь, за то, что Ты, Божий наш, привел нас, Божий мой, в Церковь Твоей, Господь, чтобы сила Духа Твоего Святаго озаряла нас, в наших сердцах, чтобы мы, Господь, всю целую отдались в Твои руки, Твои святые, Господи, Божий мой, чтобы Дух Святой сопровождал нас, Господь. Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой. Тебе единому, Боже, всемогущему, мы молимся и просим Тебя, Господь, Божий мой, чтобы Ты нас благословил, Божий мой, Ты всегда, Господь, благословлял Давида, Божий мой. Божий мой, во имя Твое, Иисус, помоги нам, Господи, следовать за Тобой, идти по Твоему пути, Божий, прославлять и величать Тебя, Царя Царей. Ты достоин славы, Господь, ты достоин величия, Божий мой, превозносим Тебя, вечного Бога нашего, потому что Ты нам даёшь сполна, Господь. Аллилуйя, Дух Святой. Раби, Дух Святой. А, Раби, Дух Святой. А, Раби, Дух Святой. Аллилуйя, Дух Святой. Милосердный наш Господь, я вместе с народом Твоим благодарю Тебя, Бога моего, Божий мой, что Ты, продлевая жизнь нашу, Господь даровал мне в этом году особенно, Божий мой. На второй день Пасхи, Господь, мне исполнилось 70 лет, Божий мой. И я думаю, я дошёл уже до тех лет, как Давид, Господь. Поэтому, Божий мой, помоги Господню наследовать то приготовленное место Тобою, Господь, для народа Твоего, чтобы, Божий мой, Ты жил на земле 33,5 года, Божий, и это было достаточно, чтобы спасать народы, чтобы церковь приобрести, Божий мой, а мы так мало делаем, Господи. Я лично за себя скажу, Господи, прости и помилуй нас, и наполняй нас Тобою, Господь, чтобы вся наша жизнь наполнена была жизнью, Господь, потому что это прекрасно, Господь. Это великое благословение, когда Ты благословляешь, Ты благословляешь праведника, как щитом венчаешь. Слава Тебе! Ты прави это сделать, Господь, и Ты делаешь, с кем так хочешь делать, Божий мой. Поэтому благодарность от нашего собрания, Господь, мы возносим Тебе, достойному Богу, Отцу, Сыну и Святому Духу. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры подогнал «Симон» 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 дали ему три года тюрьмы, и когда он отбывал, я решил его навестить, и там была небольшая группа сестер, там был брат один, это было в России, и когда я посетил брата, он сказал, ну пойдем вечером в собрание, и когда я пошел в собрание, я смотрю, сестры так оживились, и все говорят, братик приехал, проповедник приехал, а я думаю, какой я проповедник, я еще ни одной проповеди не говорил, я говорю, брату, я не буду проповедовать, он говорит, как не будешь, сестры уже ждут, проповедник приехал, И я почему-то, что-то в моем сердце так повернулось, я как-то пожалел этих сестричек, и я просто взял и прочитал Псалом 22, я прочитал, Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться, Он покоит меня на злачных пожитях и водит меня к водам тихим, подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что Ты со мной, Твой жезл и Твой посох, они успокаивают меня, Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих, умастил елеем голову мою, чаша моя преисполнена, так благость и милость Твоя досопровождают меня во все дни жизни моей, и я пребуду в Доме Господнем многие дни. И знаете, когда я читал этот Псалом, я просто слышал, как эти сестры, они плачут, они просто каждое слово впитывали, они точно принимали меня как за большого проповедника. Они каждое слово, они не меня слушали, они просто слушали каждое, вникали в каждое слово, у них были слезы на глазах. И я думаю, что это не только они меня так воспринимали, что я чем-то особый, они каждого брата, такого простого, самого незначущего, они принимали как от Господа. Они там плакали, они там, потом после этого была молитва, и что-то в моем сердце зашевелилось, и я решил, я буду проповедовать. Я буду проповедовать. Я приехал домой, и я начал проповедовать с того времени. Я не говорю, что я там большой проповедник, но иногда Господь и через мои уста, как и через уста с лицей Господь говорил, иногда и через нас проговаривает. Я замечал, сколько раз Господь посылал слово, поэтому давайте будем обращать внимание на нашего Господа, на нашего доброго пастыря. Мы сейчас будем, я знаю, что в больших церквях, когда много проповедников, как-то хочется, и то не такой, и тот уже не так говорит. Вот, приехал бы какой-то брат, какой-то гость такой сильный, вот, можно бы послушать. Я вот такой простой, там, прочитал какой-то псалом, но я помню, как эти сестры, они впитывали, как они впитывали каждое слово. Каждое слово, оно было для них дорого. Они принимали таких даже незначущих. Поэтому будем дорожить, дорожить этим временем, дорожить Словом Господнем, дорожить тем, что нам Господь дал. Здесь, в этом псалме, есть такие слова. Ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов моих, умасти елеем голову мою, и чаша моя преисполнена. Приготовил предо мною трапезу. Господь приготовляет трапезу. Просто, просто как мы на нее реагируем? Знаете, когда моя жена готовит, приготовит что-то вкусное, я смотрю, как дети, они так посмотрели. Кому-то понравилось, кому-то нет. Кто-то говорит, когда жена старается, она приготовила что-то вкусное. А потом посмотришь, кто-то так только посмотрел. Ну, приготовили и очень мало скушали. Знаете, оно как-то неприятно, да, правда, хозяйки. Когда вы приготовили, старались, приготовляли, а семья так чуть-чуть покушали и оставили. Господь приготовляет трапезу. Господь ставит нам на стол. Он питает нас. Но какой у нас аппетит? Как мы воспринимаем? Как мы благодарим Господа за эти слова? Как мы вникаем? Как мы воспринимаем эти истины? И как мы благодарим? А потом еще, и что мы делаем с этим? То, что мы получаем. Знаете, я вспоминаю, вы тоже помните про этих четверо прокаженных, когда была осада Самарии, и там была очень большая проблема. И когда эти четверо прокаженных, они решили, что мы не будем умирать здесь, пойдем к этим врагам, и если уже умереть, то лучше там умрем. Но когда они пошли, они увидели, что эти сириане, они убежали. Господь так сделал, потому что через пророка Он сказал, что завтра в это время будет мука, там все будет очень много, будет избыток. Господь сказал через пророка. И когда эти прокаженные, они пришли, обнаружили, что там очень много всего. Первая реакция. Они начали это все собирать, 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 прятать. А потом они сказали, не так мы делаем. День этот, день радостной вести. Знаете, хорошо собирать, собирать, собирать. Хорошо набирать сосуды, хорошо набирать свое сердце, пополнять. Но потом с этим надо что-то делать. Мы должны это и употреблять. Мы должны с этим правильно обращаться, с этой благодатью. Вот смотрите, здесь второе послание, Коринфянам 9 глава, с 8 стиха. «Бог же силен, обогатит вас всякой благодатью, чтобы вы всегда и во всем, имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело. Как написано, расточил, раздал нищим, правда его пребывает вовек». Бог сильно обогатит. Я знаю, что на этом месте есть тот Бог, который сильный обогатит. Он сильно послает нам еще много. То, что у тебя есть нужда, то, что у тебя есть проблема. Господь знает о ней. Он может его, он может восполнить любой недостаток, любую проблему твою решить. Он сильно обогатит нас всякой благодатью, чтобы мы всегда и во всем имели всякое довольство, но потом были богаты на всякое доброе дело. Чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Пусть Господь благословит нас, чтобы мы были богаты на всякое доброе дело. Были готовы всегда идти за Господом. Были готовы служить Ему, так как мы обещали, что мы будем служить Ему в доброй и чистой совести, чтобы мы так и сделали. Я не буду долго говорить, не буду долго проповедовать, я просто хочу поощрить нас, чтобы мы просто больше обращали наши взоры, замечали ту благодать, которую Бог дает нам, и просто ценили то, что нам Господь дает, ценили это время, просто благодарили Господа, принимали эту благодать, принимали каждое слово, каждого проповедника, который говорит с этого места, каждая песня, которая звучит, возможно, там какая-то ошибка, возможно, в хорошую, что-то там чуть-чуть не так получилось, может, не так хорошо, но мы будем принимать это все так, как от Господа, от Его руки, мы будем это брать, как со стола Господнего, Давид говорит, ты приготовил предо мной трапезу ввиду врагов, сегодня злые духи, они наблюдают, им не нравятся эти враги, написано, наша брань не против крови и плоти, против духов злобы поднебесных, сегодня они смотрят, что народ Божий, они питаются, они кушают, с этого царского стола, им не нравится это, и они пытаются что-то там, всякие мысли, как-то отгонять наше внимание, чтобы мы не брали, чтобы мы не питались, чтобы мы не укреплялись Господом, не укреплялись могуществом силы Его, и Он всячески направляет, но мы должны укрепляться Господом, Его могуществом, Его силой. Пусть Господь благословит нас. Аминь. Аминь. Спасибо. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Слава Господу, братья и сестры! Бог дал нам это служение, и оно подходит к концу. Мы будем молиться, просить Божьего благословения. Будем молиться за нужды, которые поступили сюда до братьев. Это нужды ваши, нашего народа. И через то мы будем просить Бога, чтобы Бог помог и ответил. Но прежде чем мы будем молиться, я бы хотел поделиться Словом Божьим коротко и прочитать несколько стихов из книги «Исход». Книга «Исход», третья глава. Я буду читать выборочно некоторые стихи, и потом мы с вами порассуждаем. Начну с пятого стиха. Третья глава, пятый стих книги «Исход». «И сказал Бог, не подходи сюда, сними обувь твою с ног твоей, ибо место, на котором ты стоишь, есть земля святая». Седьмой стих. «И сказал Господь, я увидел страдания народа моего в Египте, и услышал вопль его от приставников его, я знаю скорби его». Десятый стих. «Итак, пойди, я пошлю тебя к фараону, и выведи из Египта народ мой, сынов Израилевых». И двенадцатый стих «И сказал Бог, я буду с тобою». До этого места. Братья и сестры, Моисей видит на горе что-то необычное. И написано здесь так, великое явление он увидел. Каким великим оно для него показалось, трудно объяснить, но, возможно, этот человек никогда в жизни своей не видел, чтобы терновый куст так долго горел и не сгорал. И он решил посмотреть. И он подходит ближе, ближе, и вдруг слышит голос Божий, голос Бога Отца, который говорит ему, «Не подходи сюда, сними обувь с ног твои». Вы знаете, братья и сестры, что всякий раз, когда мы приближаемся к Богу, мы должны снимать обувь с ног свои. Не физическую, нет. Но как бы внутреннее наше сердце, наша душа должна быть приготовлена к тому, чтобы нам смириться пред лицом Бога и просто попросить прощения перед Ним. И правильно делаем мы всегда в наших служениях, когда в самом начале собрания мы просим Бога прощения. Потому что мы знаем, что благословение Божие приходит тогда, когда у человека сердце чистое, когда он приготовленный, когда действительно ничто не мешает ему соединиться с Небесным Отцом. И через то просим прощения. Боже, прости, Боже, помилуй. Сколько раз, когда мы собирались, может быть, с подростками или где-то с молодежью, с группой людей, и всегда, когда молимся, всегда самые первые мы просим прощения. Как бы образно снимаем ног, обувь с наших ног и говорим, Боже, нам страшно подойти вот так просто. Мы знаем, что Ты сильный Бог, Ты великий Бог, а потому без смирения сердца и чистоты сердца не можем подойти к Тебе. Прости нас. И очень часто, сколько раз, такое бывало, я замечал, что можешь и молиться, и просить прощения, и как-то не переживаешь присутствие Божье, а когда Бог наполняет тебя, а тогда еще больше каешься, а еще больше просишь прощения, потому что в такое состояние заходишь души, что, Господи, прости, помилуй грешники, а последний дай мне Твою силу. Вроде бы так, когда перед собранием просто просим, Боже, прости, ну, понимаем, что мы же грешники, да, не так поступаем иногда, но когда благодать Его сходит, вот тогда воистину видим себя, насколько мы нечисты перед Богом, и насколько Он святой, и как хорошо, когда мы готовимся, и проверяем себя, и смиряемся, и каемся, и никогда это не бывает лишним, никогда это не бывает зазря, просто так. Бог видит это, Бог принимает это, и Бог благословляет того человека, кто так поступает, кто ищет смирение в сердце своем, кто не гордится просто, а смиряется, и кается, и признает себя слабым, немощным. Бог это видит, Бог это замечает. И вот в жизни Моисея Бог обращается к нему после того, как он снял обувь с ног своих. Он говорит, «Я увидел страдания народа Моего, я увидел Его страдания, я знаю скорби Его». Братья и сестры, я бы хотел перевести это на нашу с вами жизнь. Бог знает твои скорби, Бог знает твои страдания, Он знает все то, что есть в моей душе. Каждая деталька, каждое переживание, ночное, дневное, где бы мы ни были, Бог знает это, и Он видит это, и Он готов помочь, Он готов открыть свою руку для того, чтобы поддержать нас и дать нам помощь свою. Бог открытый к этому, Он желает помочь нам. И как хорошо, когда мы действительно смиряемся и каемся вместе с тем, приносим Ему свои нужды и говорим, Бог будет отвечать, Бог не оставит. И вот следующий стих, который я прочитал, обращается Бог к Моисею, и говорит, «Итак, пойди, пойди, я пошлю тебя к фараону». Я, ну, как бы, так думаю себе, почему именно к фараону? Почему не именно к людям этим, чтобы как-то их утешить, поддержать этих израильтян, которые там так страдали? И это было бы хорошо, ходил бы вместе с ними, помогал бы им там, может, немножко. Ну, что ты делал, как-то утешал бы их? Нет, говорит, «Иди туда, к фараону. Вот там твое место, там ты должен сказать то слово. Народ израильский, он послушает тебя, он потом пойдет, а вот там твое место, ты там должен сделать то, что я тебе скажу сделать». И он идет туда. И, братья и сестры, уже прозвучала сегодня в этом служении эта мысль, что очень часто наши проблемы, какие-то переживания, нужды, не потому, что оно так происходит, а фараон стоит за этим. Бесы стоят за этим, которые мешают, пытаются сделать зло. Дьявол, который хочет разрушить, убить, погубить, это его задача. И Бог говорит, «Иди туда, там поставь в проломе, там скажи то слово, которое я тебе дам, и придет успех, и ты увидишь это». И Моисей говорит, «Боже, я не могу, у меня нету силы такой, я не умею, я говорить не могу, я то не могу, все». А Бог говорит, и сказал ему Бог, «Я буду с тобою, я буду с тобою, ты не можешь и никогда не сделаешь твоей силой чего-либо, но я буду с тобою, и ты сможешь это сделать, и ты сможешь сказать ему слово, и ты сможешь противостать ему, и моя сила явится, и чудеса, и знамения, и придет успех». Братья и сестры, я верю, что мы ходим с Богом, что Бог с нами пребывает, и мы не можем смотреть просто в глаза на каким-то проблемам или трудностям и говорить, ну вот как-то они, может быть, уйдут, нам нужно противостать этому. Бог с нами, Он обещал, что Он будет с нами, Он не оставляет нас, но нам нужно сказать нет тому, тому, что сегодня идет на нас валом, катится на нас валом, то есть силою, чтобы принести нам зло, принести разрушение. Сатана хочет это сделать, но Бог обещает, что Он будет с нами, а нам нужно противостать твердую верою и убежит от нас. Так написано в Слове Божьем. Брат Василий прочитал тот стих, вернее, сказал, что наша брань не против плоти и крови, но против духов злобы поднебесной. Братья и сестры, как часто мы забываем это, и мы не боремся с тем, что сегодня противостоит нам. Мы, может, искать, будем причины в себе, можем искать причины еще в чем-то. Да, да, мы смиряемся, мы камся, мы сознаем, что мы несовершенны, но очень часто именно дьявол делает это, и нам нужно ему противостать. Вы знаете, молодые люди очень часто приходят, я не знаю, как противостоять искушению, которое приходит. Вот простое искушение ему приходит, и он не знает, что с ним делать, как с ним бороться. Я всегда говорю, слушай, в первую очередь, с самого начала, попроси у Бога прощения, но, говори тогда слова, во имя Иисуса Христа, сатана отойди от меня. И прочитай еще стих с Библией какой-то, вспомни тот стих, который ты учил когда-то в воскресной школе, и скажи этот стих наизусть, вот так вот, перед всем небом, и дьявол отойдет от тебя. Я это использую всю свою жизнь, мы это используем всю свою жизнь, знаем, понимаем, что есть определенная борьба, и нам нужно противостоять. Нам нужно стоять в той борьбе, противостоять всем этим коздям дьявольским, которые он приносит. Братья и сестры, я понимаю, что не всегда у нас хватает сил, и через то мы просим братьев, сестер, и это хороший метод, и это хорошо, когда мы пишем записку и просим, помолитесь, братья и сестры, со мною вместе за ту нужду, ибо я стою в проломе, я борюсь, мне непросто. Это тоже важно делать, но давайте помнить, что нужно противостоять. Писание, оно не уходит от этого вопроса, оно показывает явно, Ефесянам 6 глава, другие места, оно явно показывает, что это реально, что это не то, что где-то там оно, или просто в истории где-то записано, оно реально сегодня, и мы должны понимать, что сегодня сатана реальный, он делает свою работу, а мы должны ему противостоять молитвами, постами, и просто это делать. Сколько нам Бог дает силы, а Он сказал, что я буду с вами, вы знаете, мы приехали с Мексики, и так просто видно было, что Господь делает свою работу, и делает ее просто, делает ее, ну, как бы легко, и я даже иногда, ну, сомневался, думаю, ну, что-то так аж слишком просто. Были исцеления некоторые, люди приходили, и просили помолиться за их ненужду, и так молились в общем, но потом проходит время, я встречаю того мальчишку, который просил, чтобы его молиться за него, я его останавливаю, и спрашиваю, ну, что ты чувствуешь? Он говорит, хорошо, дал мне Бог исцеления. Думаю, слава Богу, так себе записал там в сердце, сестричка там молилась, у нее была проблема, ее останавливаю, ну, я же хочу удостовериться, а как вы себя чувствуете? Хорошо, хорошо чувствую, дал мне Бог исцеления. Слава Богу, довольные, радостные, идем дальше, двигаемся, а понимаю, что есть определенная борьба в том, знаю, что наша группа, наши братья и сестры, простые, такие, как и все мы, они стояли рядом, и плакали, и молились, и сокрушались, и просили Бог заступить за этих людей, Бог дай им свою помощь, и Бог посылал, без всяких, ну, таких больших усилий, но была определенная борьба, и эта борьба, она увенчалась успехом, Бог сказал, я буду с тобою, и Он помогает, и не оставляет нас, потому, братья и сестры, заканчивая свою проповедь, хочу нас еще раз призвать к тому, чтобы мы вставали в проломе, чтобы мы боролись, и не опускали свои руки, и не говорили уже, я сдаюсь, я больше не могу, нет, Бог с нами, Он сказал, что Он будет с нами, не оставит нас, и потому пусть Бог благословит, и поддержит всех нас, какая бы у нас нужда не была, какая бы проблема не преследовала нас, Бог сказал, я буду с тобою. Я читаю записки, которые поступили сюда, и мы будем с вами молиться. Дорогие брати и сестры, я вас прошу, подякуйте разом, земною Господа, за семью, Башко, Павла, та Веру, за ихне, щире сердце, досырит и вдов, дякую вам за ваши молитвы, сестра в Господе. Пусть Бог благословит наших друзей, братьев, сестер, доброе дело они делают, и люди благодарят за это, пусть Бог воздаст, за это доброе дело. Щиро прошу, прошу помолиться за моё здоровье, вирю в молитву церкви, сестра Мария просит. Просимо помолиться за покаяння наших синів, чтоб не загинула душа неготова. Батьки просят. Група таких записок за своих сыновей. Дорога церква, прошу помолиться за нашу Евеліночку, в неї сьогодні виповнюється 4 роки. Хай Бог благословить її на всі дні життя, чтоб виростала для слави Божої і на радість нам, батькам. Просимо церкву помолиться за сина, чтоб укрепив його у вірі і дав йому бажання служити Богу. Батьки просять. Дорогі брати та сестри, прошу помоліться за моїх дітей, щоб милосердний Господь дав їм покаятись і спас, щоб не загинули. Сподякую за молитву, мама. Дорогі брати та сестри, прошу помоліться за мого сина, щоб вічний Бог зупинив його на широкій дорозі і дав йому покаяння. Тату просить. Дорогі брати та сестри, будь ласка, підтримайте в молитві за сина, щоб Бог дав покаяння і повернув до церкви. Дякуємо, батьки. Браті і сестри, якщо є у вас ще нужда, ви можете сказати об цьому, і ми будемо молитися з вами. Воскресний день буде у нас хлебопреломлення. Через 100 в пятницу буде пост і молитва. Ми будемо готовитися. В субботу, я думаю, так само буде молитва проходить здесь, на этом месте. А в воскресний день будемо готові, щоб участвувати в хлебопреломлення. Євні нужды, брати і сістрі? Ви виділи, і слышали всі ці записки. Так багато із них говорить за сінов, за тих, хто сьогодні отступив від Бога. Я хочу сказати вам, братья і сістрі, вступайте в цей пролом, молитись, противостійте всякому злу, тем, що Господь дає нам, а Он дає нам сполна, того оружію, той силі, щоб ми могли це робити. Тому пусть Бог благословит, приклеясь на колені, будемо молитися. Аминь. Аминь. Господь, ми Твої діти, ми пристаєм прилицом Твої. Я понимаю, Господь, що ми всі даліки, з вами Твої поступки, з делами. Ми часто соглашаємо, Господь. Однак, Ісус, все, коли нам приходить в Ісус, ми Твоє, ми видим Твою славу, ми видим, Боже, Твою любовь к нам, Господь. І ми благодарні Твою, Ісус, що Ти нас не оставляєш, підтримуєш нас, дякуюся милость Твою над нами, Господь. Аллилуйя! Аллилуйя Тебе, Ісус! Аллилуйя, Ісус! Аллилуйя Тебе, Боже! Ми веримо, що Ти с нами, Господь. Ти сказав, що не оставлю вас, не покину вас, не забуду вас. Боже, Твоє Слово говорить о Господі. І ми уповаємо на це Слово. І ми держимося Його з полною верою, Господь, для того, щоб, Господи, получить от Тебя те, що ми просимо. Господь, Ти видиш і знаєш все наші переживання, наші нужды, наші проблеми, Господь, в скорби наші известні Тебе, Господь. ми сегодня просимо Тебя, Боже, щоб Ти разрушив все силы Адамы, щоб Ти разрушив все те ухищрения, які Сатана робит для того, щоб разрушити, погубити. Боже, вгнать в плен ще більше людей. Ісус, защити. Ісус, стань пролом, і Господь, межі ставься, ми не можемо самим Ісусом. А Ти там, на крісте Голгоф, і побіди вже Ісус. Ти вже завершив ту победу, Господь. Аллилуйя Тебе. Аллилуйя Тебе. І ми тоді провозглашаємо це Ісус. Провозглашаємо це, Господь. Харабадаламан, туре ме ламенду, рішадаламе, ганаламе, ісус, та п nosaltres Yea'ям гр Як та пассі APD таз не одержава. Аллилуйя. Господь. Аллилуйя. Аллилуйя Тебе, Ісус. Там, Боже, на крісте Ты совершил это, Иисус, а мы можем это принимать в свою жизнь, исследовать, Иисус, тому, что Ты даешь для нас, Господь. Аллилуйя Тебе, Иисус! Аллилуйя Тебе, Господь наш! Слава Тебе, Боже! Слава Тебе, Господь! Мы пристаем пред Тобою, Господи, в нашей молитве, в заключение Того служения, Господь. И мы благодарны Тебе за все то обилие и благословение, что Ты посылаешь нам через Слово, через пение, Господь. Мы радуемся, мы радуемся тому, что Ты с нами, что Ты нас утешаешь и поддерживаешь, Господь. Аллилуйя Тебе, Иисус! Аллилуйя Тебе, Господь! Однако в этой молитве, Боже, мы желаем сегодня, Господь, сказать эти слова, просьбы к Тебе за все те, Боже, переживания, которые мы имеем, за наши скорби, за наши нужды, Господь. Боже, за нужды тех людей, что писали эти записки, Господь. За наших детей, за то, Боже, что сегодня теряем порой. То, что Господь сегодня уходит и ускользает из наших рук. Господи, мы не в состоянии все сделать. Однако Ты говоришь, Господь, что я буду с Тобою. Ты не оставляешь нас, Господи. А потому сегодня, Боже, мы должны противостать этим силам зла. И мы сегодня говорим, Господь, защити, сохрани, сбереги, Боже, наше наследие. Благослови церковь Твою, Иисус, каждого брата, каждую сестру. Во имя Иисуса, Господь, благослови. Боже, защити, Боже, от всяких сил зла. Сатана, мы запрещаем Тебе во имя Иисуса Христа. Во имя победы на кресте Голгофы. Мы запрещаем Тебе делать всякое зло. Господи, а Ты стань, Боже, вместе с нами. Ибо Ты, Боже, победил сатану на кресте. Ты это совершил уже, Господь. И нам не нужно ничего делать, нам только уповать надо на это, Иисус. Провозглашать верою, Господи, то, что Ты даешь нам. Аллилуйя Тебе, Иисус. Аллилуйя Тебе, Господь. Боже, я прошу Тебя, исполняй Святым Духом народ Твой, Боже. Чтобы каждый, Господи, чувствовал близость Твою в сердце своем. Чувствовал, Господи, благодать Твою, Боже. Чтобы тот куст горел и не сгорал в сердцах наших, Иисус. Чтобы мы чувствовали близость Святого Духа, Боже. А когда мы будем это чувствовать, мы будем сильны. Мы сможем идти к тому фараону и противостоять ему, Боже. Помоги нам, Господь. Благослови нас, Иисус. Благослови народ Твой, Господи. Я прошу Тебя, Боже, благослови. Не оставь, Господь. Не оставь, Боже, в каждой нужде, которую мы имеем, Иисус. Особо, Боже, за наших детей, Господь. Благослови, благослови, Господь. Благослови, Иисус. Благослови, Господь, Кэрэменэлеглэ tuckлабідэ���ере бэрэменталис. Ардалабадэні гэск тэрыбэретэ жарабидерэгожусту ребэрэментуралис. Аргидалабистэ adrenaline глэмэны шарадэрементус. Аллилуйя, Иисус. Аллилуй. Арбидэлегэск тэрэмэнэ гэтурэмэнэ лантус. Аллилуйя, Господь, Аллилуйя, Иисус, слава Тебе, Боже, слава Тебе, что даже тогда, когда тучи сгущаются над нашей головой, мы видим свет Твоей правды, слава Тебе, Боже, слава Тебе, даже тогда, когда наши руки опускаются и, кажется, нету больше сил, Ты поддерживаешь, Ты поднимаешь Своими руками, Господь, слава Тебе, слава Тебе, Боже, благослови нас всех, Господи. Боже, мы просим Тебя, чтобы Ты благословил все эти нужды, о которых было сказано. Благослови брата Павла и Веру, Господь, они сделали доброе дело, и люди благодаря за это, Иисус, Благослови, Боже, их семью, их дом, чтобы они, Господь, имели награду Твою, Господь, Боже, и пусть каждый из нас таким будет, Иисус, и ищет того, чтобы сделать доброе и прекрасное для ближних своих. Господь, благослови сестру Марию, Ты видишь ее нужду, Господи. Ты знаешь, Боже, каждого человека и каждого нужду. Благослови нас всех, Отец. Мы молим Тебя, Боже, на завтрашний день. Благослови дальнейшие дни. Впереди преломление хлеба, Господь. Мы будем вспоминать о Твоих страданиях, Иисус. Это так дорого для нас, Боже, это так близко для нас, Господи. И мы будем славить Тебя за то, что Ты отдал жизнь свою за каждого из нас. Благослови, чтобы мы могли приготовиться к этому, расположить свое сердце к смирению, Господи. Благослови к примирению, Боже. Если кто-то не в мире, даруй примириться каждому, Иисус. Благослови нас всех, мы просим Тебя. За все да будет слава Тебе, честь и благодарение Богу нашему, Отцу и Сыну и Святому Духу. Аминь.